Жители округа стали чаще обращаться в полицию. Так, за первое полугодие сотрудниками окружного ОМВД рассмотрено около 4000 обращений. В то же время за 6 месяцев текущего года на централизованный учет поставлено 366 преступных деяний. Общий уровень преступности снизился почти на 27%. Об этом сегодня на заседании коллегии ОМВД сообщил начальник окружной полиции Олег Яковлев. Положительная динамика сокращения на 21% достигнута по числу тяжких и особо тяжких преступных деяний. По уровню тяжкой преступности в расчете на численность населения среди регионов Северо-Западного федерального округа наряду с Калининградской областью мы имеем наименьшее значение, отметил начальник полиции Олег Яковлев. На 18,5% снизилось число преступлений средней тяжести. На 32,6% небольшой тяжести. И на 1-м полугодии в результате проведенного комплекса оперативно-пропилактических мероприятий пресечено 27 преступлений, связанных с незаконным оборудованием наркотиков. Из которых 22 деяния относятся категорию тяжких и особо тяжких составов. Почти в два раза больше изъято наркотических веществ из незаконного оборота. В феврале 2017 года в ходе проведения оперативно-пропилактической мероприятия на одном из незаконных месторождений у жителей Республики Коми изъятом ариквана в размере 25 грамм. Пресечена преступная деятельность группы лиц, подсоединяющих на территорию округа сбыт дизайнерских наркотиков. В суд направлено 20 уголовных дел, связанных с наркотиками. К уголовной ответственности привлечено 19 лиц. Как отметил Олег Яковлев, особое внимание уделялось пресечению распространения наркотиков среди несовершеннолетних. С начала года пресечено три преступления, совершенных несовершеннолетними, которые были связаны с хранением и сбытом наркотических веществ. По итогам первого полугодия не удалось переломить ситуацию с уровнем совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статистическим данным, каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Большую часть составляет я не против личности. Это причинение вреда, здоровье, угроза убийствам, а также преступление против собственности. Это кражи, угон. Как отметил начальник полиции, с начала года основной акцент в работе с подростками был сделан на предупреждении правонарушений. В результате осложнения оперативной обстановки не допущено. Общее число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием сократилось на 21%. В 46 до 10 сократилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Иван Никонов, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.